О, Ирина пишет, попробовала мокрую рубаху еще лет 20 назад, когда никаких болезней еще не было. Эффект был сильнее, чем после бани. Или такой же. Теперь уже куча недомоганий разных. Действительно, надо возобновить и не надо травить организм таблетками. Напомнили, супер. Да, есть мокрая рубаха. Есть процедуры, процедуры. Вот, допустим, голодание. Но голодание, понимаете, это больше работа по вашему, не столько телесному уровню, вашему телесному этому, а как больше по сознанию. Вот тут вы, понимаете, действительно приобретаете некую крепость, некоторую самостоятельность, силу убеждений. И, понимаете, даже энергетику ее чувствуют, холло тут невольно, перед вами как-то, знаете, это самое, прислушиваются, вам следует. Это все работа, значит, вашего будет сознание на голоде. И она действительно больше помогает на духовном уровне, делая вас ценностью личности, ценной личностью. А вот что касается работы с физическим телом, то тут есть такие процедуры, от которых, как бы сказать, мы действительно забыли. Но еще Себастьян Кнып знал это. А до Себастьяна Кныпа еще, естественно, знали. Мокрая рубаха, эффект лучше, чем от порно. Вот человек только что сказал. То есть для того, чтобы именно оздоровить вот эту всю нашу потроху внутреннюю нормализовать, нам нужна именно процедура, когда изнутри тепло идет и влажность. И плюс все это, чтобы еще выманывало всех этих паразитов наружу. Потому что с возрастом мы их набираемся. Поэтому мокрую рубаху освоите и делайте. Трудно начать. А как только вы освоитесь, это все легко и просто. Вот лень. Вот лень нам все перебивает. Лень там, допустим, голодать. Лень там, допустим, создавать мотивацию. Лень делать мокрую рубаху. Лень, значит, пройти прогулку. Лень идти там в спортзал потягать железо. Лень приготовить пищу. Так.